Здравствуйте, братья и сёстры! Есть в мире много сильных людей, которые, спортсмены, занимаются, тренируются для того, чтобы иметь большую силу. Они могут так натренировать себя, и мы знаем это, это мировые такие рекорды, что так свою силу натренировали, что могут сдвинуть составы даже поездов с большой тяжестью. Большие такие составы на определенные расстояния, они могут протянуть. Есть такие сильные люди, есть те люди, которые занимаются тренировкой, поднимают очень большие тяжести. Некоторые такие сильные ставят рекорды, что перетягивают даже слона. Вот, перетягивают его, побеждают его своей силой. Есть и такие рекорды, которые удерживают два самолета, удерживают просто на веревках, не давая им взлететь с аэродромом. Вот такие сильные есть люди на земле. Но мы с вами знаем несравненно с этими людьми библейского героя по имени Самсон. Тогда, в то время, никто не ставил никаких рекордов, никто не взвешивал те врата, которые он поднял. Но Библия нам свидетельствует, что он был очень сильным человеком. И эта сила была не от тренировки с нарядами или чем-то не в спортивной, но это была сила от Господа, которую Господь ему давал эту силу. И он имел эту силу от Господа. Он мог растерзать льва, как козленка, не имея в руках ничего, просто вот так вот, голыми руками, мог это сделать. И он это сделал. Слово Божье нам повествует. В окружении врагов, когда его окружали враги, он вырвал ворота города Газы, вышел оттуда невредивым и отнес эти ворота на вершину. Один сам, и это было большое удивление. Все его боялись, его силы. Самсон один вступил в сражение с армией и в одном сражении убил тысячу человек. Вот такой был сильный. У Самсона было много заслуг. Но сегодня я хотел бы обратить наше внимание не на его силу физическую, а посмотреть на слабость этого сильного человека. Сегодня мы поговорим не о силе, а о слабости. Вернее, что сделало этого сильного человека слабым. В Священном Писании записана история Самсона не для того, чтобы удивлять людей, нас с вами, или впечатлять его силой. Но эта история записана для того, чтобы предостеречь от ошибок, которые могут повергнуть на землю даже такого сильного, как Самсон. В книге Судей в четырех главах описывается жизнь этого человека. Его можно назвать детем обетования. Подобно Аврааму и Саре, Маной и жена его не имели детей. И вот эта история записана, мы с вами прочитаем, 13 глава книга Судей. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред отчами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на сорок лет. В то время был человек из Соры от племени Данова именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей, «Вот ты не плодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева он, младенец сей, будет на заре Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Маной и жена его сильно обрадовались этой вести, что у них будет сын, но они не стали готовить одежду для этого младенца, для сына, который родится, не стали беспокоиться, где же его будет комната, где же будет кроватка для него, какие пеленки. Они не стали спешить это все готовить. Но у них волновал вопрос, беспокоил вопрос воспитания этого дитя, которое дает им Господь. Как его воспитать? Они почувствовали ответственность за воспитание. И мы читаем дальше, с шестого стиха ниже, когда жена сказала мужу об этом, и прочитаем с восьмого стиха. Маной помолился Господу и сказал, «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал Ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем». И услышал Бог, голос Манойя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле. И Манойя мужа ее не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужа своего, и сказала ему, «Вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда». Маной встал и пришел с женой своей, и пришел к тому человеку, и сказал ему, «Ты ли тот человек, который говорил с сею женщиной?» Ангел сказал «Я». И сказал Моей Маной, «Итак, если исполнится слово Твое, как нам поступать с младенцем Сим, и что делать с ним?» Ангел Господин сказал Маною, «Пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене. Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза. Пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей». Вот так говорится о Самсоне, который должен был родиться, что он должен был принять. Ангел сказал то, что на ребенка распространяется закон назарейства, что этот ребенок, который родится от шрева, он уже будет посвящен Господу. Назарей – это тот человек, который посвящается для Господа. Он должен быть непорочный, чистый, и сохранять это все в своей жизни, проводить такую жизнь. Я думаю, что мы понимаем и можем много добавить, что значит непорочный, что значит назарей, как он должен поступать. И было еще условие не стричь, не должен стричь волосы, не есть и не пить ничего с винограда, нельзя было прикасаться к мертвому телу, нельзя было есть никакую нечистую пищу. Назарей своей жизнью он должен был являть свет, напоменять людям о Божьей святости, о Божьей чистоте, справедливости, своей жизнью, своим образом жизни, вот это все внешнее, что он, наружное, что он не делал, он должен был это все соблюдать. Читая историю жизни Самсона, мы видим, что он выполнял это, когда мы читаем, но выполнял частично, не весь закон. Да, Самсон не стрих волос, возможно, не пил вина, но для него не было проблем прикасаться к мертвым людям и животным. Он ел и нечистую пищу, но главным его проблемам это были женщины, языческие женщины, и они в конце концов погубили его. Самсон был посвящен Господу, но он не был святым. Были в него вот эти слабости, ошибки, грехи, которыми он нарушал этот завет назарейства. Возникает вопрос, почему? Неужели ангел забыл сказать родителям, чтобы они учили закону, закону Божьему, свое дитя, а только сказал об этих наружных таких вот соблюдениях назарейства? Это было не так. Дело в том, что всему Израилю была дана законом, всем израильтянам по закону была дана вот такая вот обязанность учить своих детей. Мы с вами прочитаем несколько стихов, это второзаконие, шестая глава, четвертого стиха и ниже. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Вот и дальше такое повествование, что нужно было делать. И каждый израильтянин, он знал, что нужно было делать. И Маной, и жена его, они это знали. Но как-то так в жизни получилось, что это было упущено. Тщательно было соблюдение вот такое назарейство наружное, но закону Божьему они не научили. И это обернулось трагедией. Казалось бы, сторона Божия, казалось бы, все сделано, имеет силу, такую силу необыкновенную. И может все это совершать, побеждать столько людей, но то, что он не исполнял, то, что он запачкал себя духовно, не проявил святость внутреннюю. Мы замечаем, что Самсон молился Господу, когда читаем это повествование, всего два раза. Первый раз, когда после сражения ему было очень тяжело, и он молился, потому что жажда его сильно томила, и он просил у Бога пить. И Господь ответил, дал ему воду. И вторично, во всей этой истории Самсон молился перед смертью, когда просил вернуть ему силу, чтобы отомстить филистимлянам. И Господь в обеих случаях ответил Самсону, если бы Самсон чаще молился Господу, то финал, конец его жизни не был бы таким печальным. Три эпизода падения Самсона, и все связанные они были с вот таким вот падением, это женщинами филистинскими. неудачная попытка жениться на филистимлянке, затем случай с блудницей в Газе, и, наконец, связь с Долидой. Родители говорили, родители говорили ему, учили, останавливали его, отец и мать его сказали ему, разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных, и сказал Самсон отцу своему, ее возьми мне, потому что она мне понравилась. Вот соблазн, вот то, что случилось. По этой причине Господь допускал неудачи в его жизни, в личной жизни. Неудачи были, потому что он ходил и смотрел не туда, где должно было, он не стерег себя, но осквернял себя этим. И вообще филистимляне получается после такого, как Самсон так поступал, они получали освобождение от филистимлян, но получали только из-за того, что Самсон просто мстил филистимлянам за то, что они причиняли ему вот такие неудобства, с этими своими дочерями филистимскими. Филистимляне являются библейским прообразом греховного мира. Мир привлекает своей красотой, предлагает удовольствие, манит красивыми обещаниями, но по своей сути мир коварен, жесток и агрессивен. Я думаю, что вы согласитесь, рассуждая об этом, видя эту всю картину, вы согласитесь с этим, что это так. Мир никогда не будет на стороне детей Божьих. Христос сказал в Иоанне Леотеяна 15 главе 18-19 стих «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Цель у этого мира, цель у дьявола, сатаны, это одна. Это прельстить, обмануть, увлечь, соблазнить, соблазнить христиан, людей, увести в грех и не дать времени покаяться, возвратиться. Когда мы читаем о Самсоне, вот, Долида, как с ним поступила, я не буду читать, но она такими словами его уговорила и выведала у него силу, которую он имел. Выведала, он ей сказал, и Самсон потерял эту силу. Его схватили, обрезали волосы, схватили его, выкололи глаза ему, и он работал, молол в доме узников. мир сегодня хочет тоже знать, в чем сила христиан, в чем моя сила, в чем я силен, ваша сила в чем, почему мы можем стоять, идти за Господом, почему мы от многого отказываемся в нашей жизни, почему мы так живем. Мир хочет знать не для того, чтобы получить эту силу Божию, но для того, чтобы победить верующих, для того, чтобы соблазнить вот так, как было Самсоном, для того, чтобы победить, насмеяться. Что является силой верующих? Секрет силы Самсона не был в мускулах, не был физическое его вот это, но не в тренировке, но его сила была тогда, когда с ним был Господь рядом. Дух Святой не сходил на него, и он имел силу, и мог это делать, Господь позволял, Господь родил его через этих людей, для того, чтобы он освободил Израиля от этого рабства. На Самсоне был Дух Божий, и потому он был Назарей, и потому он мог это все сделать, но посвящение его не было полным, и не было добровольным, он нарушал, он носил знаки Назарейства, но когда нарушил, Господь отступил от него. Что мы можем взять для себя уроки, я думаю, что вы понимаете о том, что это все относится и к нам в нашей жизни, когда мы терять можем силу, когда мы ослабеваем, когда мы связываемся с этим миром. Самсон пренебрег женщинами, израильскими, они ему показались скучными, несовременными, невеселыми, неразвлекательными, и вот что вышло. Вышло то, что он мучился в жизни, не выполнил до конца то, что было предназначено Господом, стал слепым, работал на врагов и погиб раньше времени. Сколько в наше время мы с вами знаем братьев и сестер, которые потеряли силу духовную из-за того, что связали свою жизнь с этим миром. Сколько сестер потеряли радость, потеряли счастье, соединил свою жизнь, судьбу с неверующими людьми. Очень есть много примеров. Пусть сегодня вот этот пример напомнит нам и вдохновит нас искать лица Господа всегда, чтобы быть чистым, свободным. Сила Самсона была в Назарействе, в том, что он был Назарей посвящен Господу. В чем же наша сила? Деяния апостолов 1 глава 8 стих говорит нам так, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Рюссалиме и во всей Иудеи и в Самарии и даже до края земли. Вот сила христиан, последователей Иисуса Христа. Вот это наша сила в Духе Святом, источником вот этой христианской силы, это Дух Святой. Это понимает братья и сестры, не только мы, понимает это и наш враг. Не тяжело все время называть Сатана, вот как-то неприятно, но враг наш. Он понимает это тоже. И вы замечаете, как он старается чтобы лишить нас этой силы, сбить молодежь, детей, взрослых, пожилых и в старости. Он старается лишить нас этой силы, пытается это делать, подходит каждому, искушая, соблазняя, чтобы мы немножко не послушали Слово Божье, чтобы мы немножко не послушали Дух Святой. чтобы мы как-то возбудились злом, обманом, чтобы пользовались, чтобы была в нас ненависть, этого не видно. Это не видно снаружи, но внутри Он хочет нас запачкать, и мы с вами знаем, что Дух Святой, Он оскорбляется вот такими действиями, поступками, когда христиане так поступают. Он оскорбляется и может отойти, может оставить эту душу, и это падение, и это очень тяжело и плохо, и это беда, потому что можно потерять вечность. верующие все сильны не своей силой, не надеемся мы на свою плоть. Я думаю, что вы все согласитесь с этим. Говорят, что Самсона погубили женщины, но на самом деле не женщины погубили, его погубило вот это желание похоти, похоть отчей, плоти его, что он посмотрел, увидел, полюбил, понравилось и не слушал наставления закона Божьего, не слушал наставления то, что родители останавливали и говорили, ну разве ты так должен поступать, ну разве ты не видишь, что здесь надо, в народе своем, как по закону иногда некоторые христиане идут на территорию там, где грех, идут на территорию мира и там хотят сохранить чистоту, хотят сохранить святость, но это обман, так не бывает, уже многих людей дьявол обманул, соблазнил, запачкал и некоторые из них так и не смогли вернуться назад. В первом послании Иоанна, вторая глава, нам Слово Божие дает такое наставление 15-16-17 стихи «Не любите мира не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость детейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Пусть Господь благословит нас, чтобы эти слова нас вдохновили. Есть у нас много примеров, хороших примеров, духовных примеров. Если мы коротко возьмем и сравним Самсона и апостола Павла, большая разница, Самсон такой сильный, столько силы, столько может всего делать, а апостол Павел столько претерпел, столько раз был избиваем, наказуем вот такими палками, терпел и кораблекрушение, и все, вся спина его была в этих рубцах, в побоях за имя Христа. Но когда возьмем духовную красоту, то Самсону очень стыдно и далеко апостола Павла пусть Господь благословит нас, читая Евангелие, Библию, брать вот эти духовные примеры, следить за собой, молиться о себе, о детях, чтобы мир в это последнее время, как мы видим, ополчается на души, даже законы принимаются такие, которые неправильные, греховные законы, но нам надо самим устоять и сохранить наших детей. Пусть Господь благословит церковь нашу, детей, подростков, молодежь, всех нас, бодрствовать и черпать силу у Господа, не огорчать Духа Святого, но служить Господу, чтобы Господь, видя нашу чистоту, святость, чтобы видя наши старания прилежные, когда мы молимся, когда мы поем от всей души, когда мы посещаем богослужение, чтобы Он благословлял нас, чтобы Он сохранил и послал нам во всем этом успех. Пусть Господь будет во всем прославлен. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся. 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 Спасибо.